Анапский район пользуется популярностью у отдыхающих и в зимнее время, поэтому необходимо поддерживать комфортные условия круглогодично. Не секрет, что в межсезонье предприниматели не так тщательно следят за своей территорией и начинают благоустроительные работы лишь к началу лета. Задача одна. Мы пытаемся как-то добиться того, чтобы можно было курортный сезон раздвинуть. Если у нас нет в этом веры, а у меня она есть, да, может быть на 11 месяцев мы ее и не раздвинем, но раздвинуть на 6, на 7 месяцев мы реально можем. Мы сегодня очень много работы ведем по городу, то есть для того, чтобы в межсезонье люди могли где-то ходить, были какие-то точки притяжения, где можно было прогуляться, пройти. Предстоит большая организационная работа по подготовке к выборам президента страны в марте этого года. Но главное – решить накопившиеся проблемы территории. Остро стоит вопрос загруженности на дорогах. В планах отремонтировать сразу несколько путей – улицу Рабочую, Мира, объезд села Витязева, а также участок дороги от улицы Горького и Черноморской. Одна из основных задач, которые ставит глава Анапы – очистка пляжей от незаконной торговли. Пляж – это лежаки, это зонтики, никаких попрыгунчиков, никаких там горок. Пляж должен быть пляжем. Сейчас в селе необходимо решать вопрос с канализацией, но дело это должно стать общим. И здесь необходимо активное участие жителей и предпринимательского сообщества Витязева. Надо иметь в Витязеве свою канализацию, чтобы не загружать город, и надо с самого начала канализацию сделать должным образом. Единогласно была одобрена идея представителей греческого общества о возведении новой стеллы на въезде в Витязева со стороны аэропорта. В ближайшее время будет подготовлен проект сооружения. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион.